Этим миром Быть красивыми у всех Выбор свой из сотни бренда Сделай верный и простой Будь на пике модных трендов С нами будешь ты звездой Фаберлик, новый модный для тебя Фаберлик, стильная история Фаберлик, мир успеха дверь открой Фаберлик, следуй за своей мечтой Фаберлик, красота и грация Фаберлик, это гром овации Фаберлик, здесь ты, ух, здесь ты И я, Фаберлик, новый модный для тебя Мир как подиум, как сцена Каждый шаг твой на виду Досягай высоких целей Воплощай свою мечту Как преодолеть преграды Для себя найдешь ответ Шаг за шагом все награды Собирай букет побед Фаберлик, новый модный для тебя Фаберлик, стильная история Фаберлик, мир успеха дверь открой Фаберлик, следуй за своей мечтой Фаберлик, красота и грация Фаберлик, это гром овации Фаберлик, здесь ты, ух, здесь ты и я Фаберлик, новый модный для тебя Фаберлик, новый модный для тебя Фаберлик, стильная история Фаберлик, мир успеха дверь открой Фаберлик, следуй за своей мечтой Фаберлик, красота и грация Фаберлик, это гром овации Фаберлик, здесь ты, ух, здесь ты и я Фаберлик, новый модный для тебя Здравствуйте! Рада приветствовать вас на втором прямом эфире с категорией декоративная косметика Меня зовут Булагина Ольга, я бренд-менеджер категории декоративная косметика Сегодня мы проведем для вас не просто прямой эфир, а настоящий мастер-класс с использованием наших прекрасных продуктов В мастер-классе мне поможет замечательная Елизавета Фросина, наш визажист, звездная персона Я думаю, что вы уже догадались по названию мастер-класса Что сегодня мы будем использовать такой нестандартный набор продуктов Все почему? Вы пишете, писали очень много о некоторых продуктах Вы спрашивали совета, как ими пользоваться, как наносить правильней Мы решили собрать такие проблемные продукты И показать, как же их легко использовать Как вы можете их наносить как-то по-иному И сегодня я буду в качестве модели Мы подумали, что постоянно у нас привлекаются очень красивые модели с идеальными лицами Сегодня мы решили показать, как наши продукты работают на обычном человеке На сотруднике Фаверлика Так что сегодня я буду моделью и мы покажем вам прекрасный макияж Передаю слово Елизавете Всем здравствуйте! Да, действительно, я очень рада Сегодня мы будем делать макияж не на модели, но Оля у нас очень прекрасная Я очень рада, что сегодня мы на ней будем выполнять макияж И она сказала, что мы будем использовать такие, так сказать, проблемные продукты Но на самом деле я была очень удивлена, что эти продукты вызывают какие-то у вас вопросы Потому что я посмотрела все оттенки, я посмотрела текстуры И они действительно очень классные И сейчас я вам попытаюсь показать И чему-то, может быть, немножечко научить Чтобы вы посмотрели, насколько красиво могут выглядеть даже самые необычные в вашем понимании оттенки Ну и, естественно, мы начнем с подготовки кожи Мы будем использовать салфетки для снятия макияжа Чтобы пройтись по лицу и убрать лишний жировой слой Убрать лишнюю какую-то грязь, которая осталась у нас Например, если вы прошлись по улице, у нас уже с дорог летит пыль и так далее Поэтому мы проходимся совсем легонечко И у нас кожа готовится к нанесению макияжа Также этими салфетками, получается, за счет механического воздействия вы совершаете микропилинг То есть все будет у вас на кожу наноситься еще лучше, ровнее, приятнее растушевываться Отлично И первым этапом мы будем наносить тональное средство «Абсолютный комфорт» Я его очень люблю, оно полупрозрачное, увлажняющее И делает абсолютно натуральный эффект Для этого я буду использовать кисть Такую довольно-таки мягкую, пушистую И аккуратно наносить, начиная с зоны нижней челюсти И стушевывая на шею, чтобы у нас не было никаких полосок, пятен И выравниваем визуально тон То есть по чуть-чуть аккуратно наносим Сначала у линии роста волос ближе И потом мягко переходим к центру Если вам необходим в каких-то зонах более плотный слой Вы можете тональное средство наслоить Но лучше не переусердствуйте Потому что тональное средство с увлажнением Чтобы у вас не было излишков сияния Чтобы все-таки кожа была натуральная Такая полуматовая И все-таки проглядывалась ее текстура Какие-то свои натуральные пигменты Мне тоже очень нравится абсолютно комфорт Я им пользуюсь в основном зимой Потому что у меня кожа очень сухая И батарея очень ее сушит сильно А увлажняющий комплекс в составе Очень хорошо увлажняет кожу И мне очень нравится Поэтому сегодня прям моим любимым тональником наносим Да, я тоже его люблю Можно наносить пальчиками Можно наносить влажным спонжем Кисточка у нас только помылась Поэтому чуть-чуть она может лишние ворсинки из себя убирать У нас нет цели сделать идеальное покрытие Для вечернего какого-то мероприятия Мы просто визуально выравниваем тон кожи Делая его более свежим Закрываем глазки Не морщусь Чуть-чуть я даже наношу на веки Потому что на веках у нас тоже есть Всевозможные венки Изменения цветового пигмента Совсем легко Очень свежо По ходу дела мы сможем еще Если нам будет необходимо Добавить немножечко Дальше я перехожу к оформлению бровей Брови это часть контуринга лица Они создают настроение Атмосферу И так как у нас такое совсем нейтральное Совсем кожа натуральная Мы возьмем самый светлый оттенок карандаша Он с удобной щеточкой Расчесываем бровки наверх Наверх и по диагонали наверх Такие у нас движения И смотрите Оля довольно-таки контрастная У нее светлая кожа, темные брови, темные глаза и темные волосы Но я буду использовать самый светлый оттенок карандаша Для того чтобы сделать красивую натуральную подложку То есть я прорисовываю сейчас кожу Я прорисовываю кожу внутри ее формы То есть я сейчас ничего сверхъестественного нового не вырисовываю Я просто создаю красивую подложку Визуально бровь будет казаться более густой И также мы добавляем все равно дополнительный оттенок Вот у Оли, если посмотреть У нее цвет волос однотонный кажется Но если разглядеть, то там много-много оттенков Очень красивых, они близкие друг к другу Соответственно мы можем использовать карандаши для бровей Вот выбирая любой оттенок из ее волос И этот светлый там тоже присутствует И мы его сейчас добавляем в брови Макияж бровей становится еще более натуральным Вот, вы уже можете сравнить, что бровки выглядят Вот эта бровка правая у нас получается Выглядит очень натурально Но она подчеркивает уже контур лица, глаза Появился новый цвет внутри брови уже Такой более теплый, коричневый Аль, ты вообще какими продуктами для бровей пользуешься? Ты знаешь, я несколько лет пользовалась нашей палетой теней для бровей Потому что мне очень нравился такой натуральный эффект Но после запуска наших ультратонких карандашей для бровей Я перешла на них Потому что у них очень тонкий стержень И мне удобно прорисовывать и дорисовывать Такими штриховыми движениями я работаю И прорисовываю как раз-таки вот эту форму А если я собираюсь куда-то там на вечер пойти То я уже добавляю тени, чтобы добавить более объема бровям И уже заполнить пространство Чтобы брови казались более такими Ну, вечерний вариант А используешь такую тушь для бровей? Тушь я использую Потому что у меня волоски достаточно длинные И они иногда торчат в разные стороны И чтобы их уложить, я использую У нас до этого был фиксирующий прозрачный гель в бьюти-боксе А сейчас у нас вышла вот тушь тонирующая И я вот ею тоже пользуюсь Да, она очень прикольная Потому что вот у нас есть подложка Уже цветовая, легкая И сейчас мы будем прокрашивать отдельно волоски То есть волоски становятся более темные сами по себе И я буду прокрашивать только центральную часть брови и кончик Потому что по светотеневому рисунку Здесь вот эти места, начало брови, должны быть самые светлые То есть туда мы наносим самые светлые оттенки И не делаем там никаких четких линий и углов Ну, для натуральности, естественно А вот уже с середины брови и переходя к кончику Мы можем сделать уже чуть интенсивнее Поэтому волоски мы сейчас прокрасим Те, кто любят более такой драма-эффект Можно немножечко еще даже в другую сторону кисточкой поводить Чтобы прям волосок прокрасился со всех сторон Да, чуть-чуть бровь, если вы видите, стала более интенсивна Совсем капельку То есть видите, насколько красивый натуральный эффект Просто добавляем насыщенности, глубины Итак, что будем делать дальше, Оль? Я вот просто думала сегодня сделать, показать красивые губы, яркие Можем сделать губы, можем глаза закончить А можно и губы, и глаза И то, и другое будем делать, все будем делать Полный макияж Хорошо, давайте тогда все-таки губы Я вам покажу два продукта, будет очень красиво Значит, хочу показать металлическое покрытие для губ Вообще, я бы сказала, что это продукт универсальный Потому что я влюблена вот в эти два оттенка Нюдовые такие оттенки Да, нюдовые Я их использую не для губ Вот мы их как раз будем добавлять для глаз На глаза добавлять и использовать как хайлайк Но тогда чуть позже покажу Сейчас губы Очень красивое покрытие И я думаю, что мы можем, Оль, какой тебе нравится больше? Ну, давай вот этот попробуем Темный, да? Темный Темный, очень красиво И сейчас мы будем наносить на губы Удобнее, конечно, наносить контур с кисточкой Но даже аппликатор позволяет нанести без кисточки контур Просто это будет чуть дольше Вот, но я возьму кисточку Узенькую, чтобы прорисовать контур Набираю И начинаю с галочки Вот этой вот Начинаю аккуратно прорисовывать Очень тонким слоем мягко ложится продукт Чуть-чуть прятка Я сначала заполняю полностью цветом губы И потом подхожу постепенно к контуру Ну, вот этим продуктом мне удобнее наносить так Вы всегда можете, если что Если у вас там не получилось сделать идеально ровный контур Вы можете взять аккуратно влажную салфетку И пальчиком вокруг этот контур подровнять Сейчас я закончу Мы у Оли спросим, как у нее ощущения от текстуры Потому что вот когда я ее пробовала Мне показалось, что она очень легкая Оля хочет улыбаться А я ей не разрешаю Потому что крашу губы Сейчас тоже вам покажу, как салфеткой можно контур подровнять Вот мы сделали верхнюю губу И сейчас, смотрите, просто берем салфеточку для того, чтобы идеализировать контур Аккуратненько на пальчик Оп Чуть-чуть Угу И нижняя Для того, чтобы получился красивый вот этот вот металлический эффект Нужно не жалеть продукт То есть не пытаться там маленькую капельку растушевать Нужно прям брать довольно-таки много И наносить на центр и распределять дальше по губам Хотя на самом деле он очень пигментированный И даже небольшого количества хватает, чтобы распределить вот по всей площади Очень красивый оттенок Такой сливовый с каким-то розовато-персиковым отливом металлическим Угу Чуть-чуть Угу Угу Да Прямо что у меня получилось И там, где необходимо, добавляю еще цвета для равномерности и глубины То есть чем темнее вы используете оттенок, тем более сложная формула у этого продукта Она требует определенного подхода То есть вот в данном случае мы сейчас в какие-то места будем наносить более плотный слой Это абсолютно нормально Потому что сам по себе цвет более сложный в изготовлении Угу Так, ну еще разочек Сейчас я верну вам обратно Олю Оля у вас Так Угу С хорошим тоном И с почти нейтральными глазами Получается очень красиво Да, мне тоже нравится наносить вот какой-то один акцент Не всегда хватает время, чтобы там накрасить какой-то, сделать вечерний макияж глаз И когда у меня нет времени, я просто беру нашу металлическую помаду матовый металлик И наношу Но на самом деле я не использую кисть Мне не очень удобно наносить аппликатором Просто, может быть, я уже привыкла И у меня нет никаких вообще сложностей наносить Чем она мне нравится У нее кремовая текстура Не сушит Вообще у меня не сушат губы Хорошо, быстро она запечатывается, фиксируется И я совершенно о ней забываю Вот И еще один плюс, что я могу не использовать контурный карандаш Потому что помада никуда не течет И мне он не нужен для этой помады Я что хотела сказать Дорогие друзья, если у вас есть какие-то вопросы Вы задавайте в нашем чате После мастер-класса мы на все вопросы ответим Обязательно Вы задавайте свои вопросы И в конце получите ответы Да Я тем временем нанесла два оттенка Моих любимых нюл Это получается 44-152 и 44-156 Вот 152 и 156 Я буду сейчас смотреть, да, что у нас будет Как выглядеть на глазах Я начинаю со светлого Со светлыми оттенками Ну почти не ошибаешься Закрываем Я наношу на центр И растушевываю Можно пальчиком, можно кисточкой Как вам нравится Я растушевываю по всему веку Мягко-мягко-мягко То есть я прям до брови могу тушевать Потому что оттенок такой природный То есть у нас есть такие оттенки в коже Поэтому можно абсолютно спокойно тушевать Он входит красиво в кожу, да, в цвет кожи Перетекает красивым градиентом Открываем Угу Смотрим Вот видите Получается очень красивый эффект И второй Который потемнее Мы нанесем Чуть-чуть в уголочек Чтобы вот эту вот глубину сделать Можно использовать их отдельно друг от друга Открываем Угу И на меня Да, супер Я бы еще добавила капельку вниз Вот то, что у меня осталось на кисточке Тоже очень красивый металлик Он очень нежный Очень деликатный Очень красиво втушевывается в кожу Угу Да, очень здорово Просто глаз приобретает оттенок Законай Очень интересный лайфхак Я Я не использовала это средство Как тень Теперь обязательно попробую дома Да, еще здорово это средство Использовать Как финиш для какой-то помады То есть, например, даже вот на ту помаду Что мы сейчас нанесли Мы можем нанести Более вот этот вот теплый оттенок Такого вот Какого-то мед Чуть-чуть медно-золотистого Сверху И у нас будет более теплый такой Отлив металлический А нужно наносить на все губы Или на там центр Можно экспериментировать То есть, вы можете наносить на губы На центр я имею ввиду А можете на все губы На верх глазки И сейчас что мы еще сделаем Чтобы вот у нас этот пигмент появился где-то еще на лице Мы его капельку добавим тоже в скулы Он у нас нам не пойдет как хайлайтер именно для такой светлой кожи Поэтому мы его нанесем Ну, как легкий-легкий бронзер Вот я его на руку тоже нанесу Возьму кисть Для бронзера Можно, в принципе, и пальчиками Но кистью, честно скажу, будет проще Можно взять ту кисть, которой мы наносили тон То есть, не обязательно много кистей набирать И находим самую темную ямочку на щечке у нас Она будет у нас нижней линией То есть, из нее мы как бы наверх поднимаем продукт И начинаем тушевать Можно помогать себе пальчиками Да, даже пальчиками получается тушевать лучше У нас будет очень красивая такая Вот, знаете, сильный металлик уходит Остается легкое-легкое красивое такое натуральное сияние И вы можете видеть прямо Ну, лучшая инфа Ага, посмотри То, что появляется легкий загар Да, загара нам сейчас не хватает Очень хочется Да Чуть-чуть Чуть-чуть я сейчас там посмотрю И еще чуть-чуть Ты окей? Тебя поворачиваю Так Угу Да, то есть вот, совсем мы чуть-чуть добавили в кожу И у нас сразу появилась гармония в макияже Что еще? Конечно Ну, мне не хватает румяна Да Да, конечно же хочется добавить румяна И мы возьмем тоже необычный цвет Я думаю, что мы возьмем с тобой вот какой-нибудь яркий Покажем, что это тоже, да, может выглядеть красиво Расскажи, Оля, немножечко про продукт А я буду наносить, Оля, его на щечки И вы будете слушать и смотреть Да, это наш многофункциональный продукт Можно наносить юникорн на щечки в качестве румян Можно на губки в качестве легкого, ну, как тонирующего такого эффекта Я, например, наношу юникорн на губы И сверху уже прохожу блеском для губ Вот у нас сейчас вышли новинки в пятнадцатом каталоге Лимитированная серия блесков для губ волна цвета Из этой палитры я беру прозрачный оттенок И получается очень красивое голографическое сияние на губах Мне очень нравится Я в офисе очень часто так хожу Вот, также данное средство можно наносить на тени Ой, на глазки На глазки, да, на глазки, как тени Оно это уже для экспериментаторов Я это сейчас и сделаю обязательно Смотрите, опять-таки, чтобы добавить еще куда-то этот пигмент Мы немножечко набираем его на пальчик, чтобы был еще более гармоничный макияж И просто вот чуть-чуть добавляем Вы, может быть, даже не увидите суперсильные разницы Но общее восприятие макияжа изменится То есть у вас появится Давай, открываем У вас появится еще больше свежести в мейке Вот, очень классный продукт Очень здорово наносить его, когда вы делаете, например, тон, брови и румяны Я обожаю такой вариант Смотрится очень свежо и красиво Вот Ну и, конечно, я хочу показать А, ну давайте тушью, да, прокрасим глаза Ну да, завершу Чтобы сделать более выразительный взгляд И дальше я вам буду показывать очень красивую Очень красивый эффект Тушь Тушь Говорили, что очень большая щеточка Что неудобно пользоваться Но мне кажется, что как раз таки вот такой формы Она идет у нас пушистая И к кончику зауженная Очень удобно прокрашивать внешний уголок И потом уже подходить к внутренним У меня, например, реснички не длинные И не хватает густоты Поэтому вот мне очень нравится тушь наша неизменный черный Делает хороший объем Я люблю эту щеточку Потому что, действительно, в принципе Вы можете не поворачивать сильно Щеточку во время прокрашивания Вы просто красите Одним и тем же движением Ее форма позволяет Прокрасить реснички максимально Вот с эффектом Таких лисьего взгляда Да, то есть у нас идет Очень хорошее прокрашивание И более сильный акцент Там, где удлиненные кончики То есть у вас там и расчесываются реснички И как бы визуально удлиняются И также наносятся на более маленькие Коротенькие реснички в уголке глаза Так, смотрим вниз Так То есть прямо к корням Мы хотим создать такой натуральный эффект Потому что у нас довольно-таки Губы Самостоятельные И нам нельзя перетягивать Внимание на взгляд Поэтому наша задача сделать красивый Вот визуальный Межресничный Контур Более яркий Кожа у нас очень красиво сияет Другую 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 Здорово Да, мы подчеркнули контур Мы сделали очень мягкое такое теневое углубление То есть глазки у межресничного контура стали темнее Соответственно мы их выделили Они стали более выразительными У нас появилась такая перекличка Между зрачком и контуром радужки с ресничками И сейчас я хочу показать вам Насколько красиво также могут выглядеть губы Уже в другом варианте У нас сейчас эффект металлик А мы сделаем глянцевый эффект Мы возьмем липглос Я обожаю его упаковку Его можно положить просто в карман Куда угодно И я специально взяла Такой голографический красивый цвет Для того, чтобы показать вам Насколько может меняться эффект От использования дополнительного продукта Значит Также можем сверху Допустим этого тинта Наносить еще и какие-то другие оттенки Например, мы бы могли нанести с вами Вот этот Он бы сделал губы более такие вишневые А может попробую? Или вот эту попробую? Давай яркий попробую Яркий думаешь? Поэкспериментируем Ну на самом деле я бы поменял покрытие Да Мне кажется с прозрачным Тем более там голографические частицы Губы заиграют иначе Да, давайте Давайте попробуем Очень вкусно пахнет Да Мне кажется Он уже в принципе создает настроение Когда ты ощущаешь этот запах Очень здорово Так Вот У него очень красивый Приятный такой Переливчатый оттенок Я набираю На кисть И наношу И мы с вами сейчас будем Наблюдать Насколько красиво Будет выглядеть Наш цвет Именно уже В глянце Ему нужно дать Немного Времени Для того чтобы Он красиво так растекся По губам Равномерно То есть вы наносите Сначала Блеск адаптируется Через какое-то время Он очень равномерно Красиво распределяется По губам И создает эффект глянца Аромат конечно вообще потрясающий Очень вкусно Хочется скушать Также Такой вариант Очень хорошо Подходит для Фотографии То есть Если вы делаете Какую-то съемку Или в принципе Хотите Сделать красивую Фотокарточку Глянец на губах Всегда придает Такой вот Прямо Немножечко нотку Фэшн Вот То есть на фотографиях Смотрится очень красиво И стильно Вот И мы видим что У нас стал Очень красивый Оттенок Такой Припыленно-глянцевый Это очень здорово И все равно металлик Капельку Вот эффект металлика Он просвечивает Сохраняется И получается Такая сложная текстура Которая в принципе Ну Ее невозможно достичь За счет использования Какого-то одного продукта То есть Тут нужно Экспериментировать То есть даже С натуральным макияжем Повседневным Вы можете экспериментировать Хотя я не могу сказать Да, что это натуральный Повседневный Но вот лично я И у меня очень много знакомых Ходят Любят яркие губы И я считаю Что уже нужно Наконец-то Переводить это в ранг Повседневного мейка Как твои ощущения? Мне очень все нравится Движения на самом деле Были достаточно простые Я старалась все запоминать Чтобы потом повторить Дома Что касается губ У меня такое сейчас ощущение Как будто они у меня увеличились Несколько раз Потому что Блеск С увлажняющим комплексом И текстура Вот она действительно Так Переливом Таким вот Действительно волной Наполняет губы Вот этим объемом И вот этой текстурой Мне Мне очень комфортно И Мне все очень нравится Ну отлично Так Ну что Наш макияж Наверное подошел Да В общем-то Несколько шагов Которые вы можете использовать Отдельно друг от друга Все вместе Экспериментировать Мы вам показали Будем надеяться И наблюдать на вас Ваши эксперименты Да Напишите нам Получится ли у вас Такой же макияж И присылайте фотографии Да Обязательно В обратную связь Так сейчас Мы приступим К ответам Надеюсь Что их Накопилось У вас Сейчас Прям секундочку Отмотаем Чтобы посмотреть Так 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 Гель скоро Да Тоже для бровей Появится скоро В продаже Значит Кисти Кисти для нанесения Помады Появятся ли У нас В ассортименте Есть Кисти для Нанесения Помады Я думаю Что да Да Это наша Сейчас она Немножечко у нас В рабочем состоянии Да Вот Которые мы наносили Вот Даже тут в комментариях отвечает Артикул 11.0.99 Так что все есть Очень темная помада Красиво получилось Спасибо Лизе что показала Продукт действительно Оттенок у него Достаточно темный Но вот Показали как Использовать Покажите артикул туши для бровей Мы использовали Так Сейчас я скажу Советлый Нет мы использовали Средний Угу Мы использовали 5.7.5.7 Все 57.57 у меня на бровях Угу Как понять Какой тональный крем Лучше наносить Кисточкой А какой наносить Спонжем Смотрите Кисть Обычно Дает Более Плотное Нанесение Да И кисть На самом деле Это сложный вопрос Тут зависит от вашей кожи И Я рекомендую Более легкие Тональные средства Все-таки Наносить кистью И помогать чуть-чуть Дотушевывать себе пальчиком Более такие Знаете Флюидно-водянистые И более плотные текстуры Более кремообразные Наносить Влажным Спонжем Но тут зависит от того Какой вы хотите Получать эффект Но основное правило Вот такое Угу Следующий вопрос Как правильно Выделить губы Если они тонкие Как можно их визуально Увеличить Для тонких губ Я рекомендую Использовать В первую очередь Карандаши Которые Похожи На ваш Натуральный цвет губ То есть Вы берете карандаш Его можно назвать Адаптер То есть Вы дорисовываете Им себе Немного объема И будет казаться Визуально Что у вас более Крупные Объемные губы И дальше Вы можете уже Использовать В принципе Любой цвет Ну темных цветов Совсем Да я бы наверное Рекомендовала Для тонких губ Избегать Но если вы себя Чувствуете комфортно С темным цветом То тогда конечно Пробуйте Экспериментируйте Самое главное Чтобы у вас Весь ваш образ Был гармоничен Угу Так 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 Что у нас тут Супер Супер CC DDBB Так Вот был Последний вопрос CC, DDBB Крема Расскажите пожалуйста Разницу между ними На самом деле Все эти три Средства У нас Имеют Полупрозрачное покрытие CC CC Он у нас Корректирует Оттенок Ну Тон кожи И Вот CC Да, он направлен На корректирование Именно оттенка кожи Вот он будет В нем будет больше Пигмента То есть больше именно Цвета И он будет более Такой Жиденький Можно так сказать А BB например Да, он содержит в себе Больше крема То есть он будет Больше кремообразный Вы как будто бы Наносите крем С содержанием цвета То есть CC Это цвет С содержанием Небольшого количества крема А BB Это именно крем Хорошее увлажнение Питание С содержанием маленького количества цвета А DD DD Имеют Чуть более Плотное покрытие И как раз таки DD Вот это Дефенс Это защита Там содержится SPF Фактор Который защищает Хорошо летом Нашу кожу От ультрафиолетового Да, чуть более Плотное покрытие С защитой Так Но в целом Наверное Все А, ты знаешь Пишут что Не хватает свежести Хотели бы Чтобы мы Сделали глаза Более яркими Может быть Ну у нас просто В На данный Да, на сегодняшний день Мы особенно сильно на глазах Не концентрировались Да, по продуктам У нас получилось много Интересных продуктов Для губа Мы хотели вам их показать Вот, ну может быть Когда-нибудь мы сделаем Мастер-класс Да Для глаз Выберем какие-то продукты Интересные Вот, мы обязательно Подумаем над этим И Что-нибудь интересное Для вас придумаем Так Ну, наверное На этом все В принципе Вопросы основные Мы просмотрели Спасибо вам большое За то Что вы были сегодня С нами Надеюсь, что Вы попробуете Повторить макияж И Сегодня Узнали для себя Много нового Мы Увидимся с вами Совсем скоро Уже в ноябре С новым Мастер-классом У нас будет Для вас Настолько Большая новость И Столько Интересных Продуктов Так что Я с нетерпением Жду встречи с вами В ноябре Так что Всем Отличного Дня Вечера В общем Спасибо вам большое До свидания Субтитры 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 Мир как подиум Как сцена Каждый шаг твой На виду Достигай Высоких целей Воплощай Свою мечту Как преодолеть Преграды Для себя Найдешь Ответ Шаг за шагом все награды Собирай букет побед Фаберлик, новый модный для тебя Фаберлик, стильная история Фаберлик, мир успеха дверь открой Фаберлик, следуй за своей мечтой Фаберлик, красота и грация Фаберлик, это гром на вас Фаберлик, здесь ты, здесь ты И я, Фаберлик, новый модный для тебя